Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Воскресенье, 2 декабря, на часах 10.08. Это детская познавательная программа «Открывашка». Всем наидобрейшего утра. Здравствуйте, здравствуйте, дети, родители, бабушки, дедушки и все-все наши уважаемые слушатели. У микрофона Владимир Сметанин. Сегодня мы ведем эту передачу вместе с моими соведущими Алиной Сиенкиной. Алина, доброе утро. Всем привет. И Миша Литон. Миш, привет. Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, своим настроением. Сегодня 2 декабря. Я хочу вас поздравить с наступившей календарной зимой. Повсюду, повсюду у нас в городе уже новогодняя атрибутика. Вот как у вас с настроением с новогодним пока еще не очень или вы уже готовы, в общем-то, встречать Новый год? Мы уже скоро будем готовиться. Каким образом готовиться? Дома, в смысле, имеешь в виду, да? А к какому обычно числу в декабре у вас уже елка наряжена? Ну, не знаю. Ну, 15-е или 20-е? 15-го мы еще так как начинаем украшать все. А, 15-го достали, начинаете украшать, неделю украшаете, потом примерно 20-го числа она уже радуется вас своим видом нарядным внешним. Миша, у тебя как в семье принято готовиться к Новому году? Начало декабря. Проходит 3 недели, ставим елку, потом проходят еще дни 5, украшаем, все. И убираем. Все, Новый год пришел, отметили, убрали. Ждем следующего Нового года. Ну, хорошо. Смотрите, до Нового года-то, в общем, еще время есть, 4 недели. Но сегодня, 2 декабря, тоже отмечается масса праздников. Я поинтересовался. Вот, к примеру, такой день, как Международный день борьбы за отмену рабства. Сегодня отмечается. Наши соседи, пермики, отмечают сегодня день Пермского края. Вот так вот. День сетевика в нашей стране сегодня. Сетевой маркетинг. Слышали как-нибудь такое словосочетание? Нет. Ладно, еще вы слышите. День 2D-художника сегодня отмечается. Я думаю, что все мы можем себя причислить к 2D-художникам. На плоскости умеем, я думаю, рисовать хорошо. Например, в Новой Зеландии сегодня отмечается Национальный день шлепанцев. Очень интересный праздник. А еще ровно 77 лет назад состоялась первая в истории успешная посадка на Марс спускаемого аппарата советской автоматической межпланетной станции Марс-3. Представляете, целых 47 лет назад. Ну и к тому же в разные годы, именно в этот день, 2 декабря, в нашей стране, в космос состоялся удачный запуск спутников. Они разные имеют названия. Это и интеркосмос, и космос, космос, молния. У них просто разные там индексы, разные циферки. Я почему к этому все подвожу, потому что сегодня у нас космическая тематика, да ведь, в программе Открывашка. Мы сегодня вместе с нашими гостями, сейчас их представим, отправимся на космодром Байконур. Потому что ребята совершили туда увлекательную поездку, и мы очень хотим расспросить их об этом путешествии, вообще как они туда попали, чем они занимаются, и чем это может быть полезно нам в практическом смысле. Может быть, и мы заразимся этой космической тематикой. Итак, наши гости Владислав Клистов и Артем Баранов. Владислав и Артем, доброе утро. Доброе утро. Это члены команды Детского космического центра. Напоминаю, что Детский космический центр находится в нашем городе на улице Преображенской, 14. Что такое команда Детского космического центра и прочие вопросы будут чуть позже. Ну, и прямо сейчас мы сходу хотим озадачить наших слушателей. Напоминаю, номер нашего телефона 211-101. Ребята, мы задаем вопросы, вы отвечаете, получаете призы. Вот сейчас Миша Летен сразу задаст вопрос, а затем они на пару с Алиной озвучат призы, которые у нас сегодня имеются. Миша, поехали. В какой стране расположен космический центр Байконур? Вот. Сразу озадачили, да? Те, кто считал, что он на территории России находится, это не совсем верно. 211-101. Ну, и теперь, пожалуйста, давайте призы. Алина, начинай, потом Миша, потом снова ты. У нас есть прекрасные книги. Они действительно очень прекрасные, да. Да. Давай, перечислим. Энциклопедия «Рыцарь и замки» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Цветы» для ребят любого возраста. Энциклопедия «Астрономия и космос» «100 фактов» для ребят от 6 лет. Санислав Добрышевский «Байки из грота» 50 историй из жизни древних людей для читателей старше 12 лет. Можно я несколько слов об этой книжке скажу, потому что она таки бросается в глаза, потому что она самая увесистая. Вот сейчас смотрю, больше 450 страниц. В ней, думаю, серьезное очень издание, безумно красивое. В общем, завидую уже тому, кто выберет эту книжку, да, Алина? Да, она такая большая. Да, большая и очень познавательная. Там даже с картинками. Да, у нас других книжек в открытых, по-моему, нет у нас. Они все с красочными картинками, да. Так, сейчас дальше у нас пригласительные. Нет, нет. Нет, еще книжки есть? «Эдуард Тверкин. Настоящее приключение. Планета чудовищ». Вот, это на нашу космическую тематику, да, Видимо? Да. Так. Максим Ячаков, капитан Минральд и его команда. Очень интересная книжка, там красочная иллюстрация, и ее написал ребенок. Да, да, она уже не первую открывашку у нас в розыгрыше. Что-то я ее потерял. Где-то она здесь была. Ну, в общем, она среди наших книжек. Вы ее обязательно получите, если выберете. Анна Вестли. Папа, мама, бабушка и восемь детей. И грузовичок. Вот, сейчас как раз Алина. Очень интересная книжка. Держит эту книжку, тоже достойный экземпляр. Такая интересная. Мне очень хочется... Обложка сразу привлекает внимание. Да, такая детская. Хочется открыть и читать. Там даже подарочек, линейка. Да. Закладочка, линейка у нас есть. Давайте следующие призы озвучивать. У нас уже есть желающие ответить на вопросы. Приглашение двоих в кинотеатр «Дрожба». Приглашение на двоих в код-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в бототный клуб «Левел Ап» на Сурикова 14. Приглашение на двоих в Вятскую филармонию 9 декабря в 5. В баянный дуэт «Сибду» 6+. На баянах будут музыканты играть. Так. Все? Все. Озвучили. Вот, держите. Примите во внимание. Столько у нас сегодня подарков. В открывашке уже есть звонок. Миша, ты задавала вопрос. Ты принимай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Самова Полина. Сколько тебе лет? Десять. Ты увлекаешься космосом? Нет. А хотела бы слетать? Просто? Да. Мне нравится твой ход мысли, Миша. Нравится космос? А хочешь слетать? Как будто ты лично слетать хочет. Так. Полина, пожалуйста, отвечай на вопрос. Казахстан. Казахстан. Нас устроит этот ответ? Да. Ребята, вы в Казахстане побывали? Да. Артем, Владислав. Да? Точно? Да. Не врете? Нет. Хорошо, будем сейчас расспрасывать дальше. Полин, что ты выбираешь из тех призов, которые мы озвучили? Батут. Батут. Еще раз озвучим. Что такое? Чтобы все знали, запомнили. Батутинг левелап на 44. Да-да-да. Да, все верно. Не клади, пожалуйста, трубку. Мы передаем тебя нашему редактору. Итак, Байконур, который находится в Казахстане. Именно там побывали члены команды детского космического центра. Владислав Клистов и Артем Баранов. Еще раз напоминаю, они наши гости. Артем, расскажите, пожалуйста, о себе. Чуть позже на Байконур. Все-таки давайте познакомимся. Такая визитка. Где вы? Где учитесь? Сколько лет уже занимаетесь? Вот эта космическая тема и когда пришли? Ну, учусь я в школе 28-й. Космос, наверное, увлекаюсь. Лицей информационных технологий? Да, лицей информационных технологий. Я все еще по старинке. Космосом, наверное, увлекаюсь очень давно. Наверное, даже с самого детства. Но как-то... А что отправной точкой послужило? Что называется? Что, как говорится, лампочка включилась и все. Космос. Ну, наверное, это такая мечта каждого мальчишки. Просто тянет куда-то в техническое направление, в космос. Не, ну, кого-то доски тянет, строгается. Не знаю, гайки заворачивать, а вас в космос почему-то потянуло. Ну, вообще у меня мечта, то есть, стать летчиком. То есть, ну, близко. Летчиком каким? Военным? Гражданскими. Гражданской авиации. Пассажиров перевозить, соответственно. Ну, и вот. Потом, 9 мая мы сходили как раз в новый центр, вот этот детский космический. Открылся он, напомню, весной этого года, да? То есть, сходили также в зал этой пилотируемой космонавтики. То есть, я полетал, мне понравилось. Полетал, в смысле? Да. В виртуальном плане. На симуляторе. В виртуальном плане, да, на симуляторе. Потом как-то это все отошло. Ну, и уже в этом году, то есть, учитель в школе говорит, то есть, не хотел бы ты съездить на Байконур. Я сразу соглашаюсь, я был немножко шокирован таким предложением. Первый вопрос, наверное, был, сколько стоит? Это определенно, да. Поездка на Байконур. Так, получается, что вот, поехали. Вот сейчас уже, да? Когда, собственно, состоялась поездка? И следующий вопрос хочу задать. Когда она была? 28 октября. Октября. Вот сейчас уже по прошествии месяца с небольшим уже как-то уложились пазлы в голове. Вот что для тебя, в твоей жизни эта поездка значит? На самом деле, да. То есть, уже даже после самой поездки приходит осознание, где побывал. То есть, вот как-то, и связывая себя с историческими событиями, происходившими на Байконуре. Это как-то уже вспоминая все. Ну, уже переварилось или процесс переваривания, он еще продолжается? Я думаю, что он будет продолжаться еще долго. Ну, это, безусловно, подстегнуло как-то тебя лично к новым занятиям, открытиям, прочтению книг, изучению вот этой тематики, да? Хороший такой стимул, да? Для того, чтобы продолжать заниматься именно этим. Ну, после поездки я как раз пошел сейчас учиться в детский космический центр. Отлично. На постоянной основе. Хорошо, мы про учебу еще поговорим, про то, как туда попасть, безусловно. Мне хотелось бы, чтобы еще Владислав тоже поддержал наш разговор и рассказал свою историю. Миша, Алина, расспрашивайте Владислава про его опыт, связанный с космосом. Миша, ну, начни с банального вопроса. Где учишься, как пришел к этой теме? Ну, вот, а как ты начал увлекаться космосом, как ты? Ну, на самом деле, все мы же с детства мечтали побывать в космосе. Вот, и я так же, как и все ребята, хотел в детстве побывать в космосе. Потом прошло время, я как-то забыл это все, забыл свои детские мечты, забыл увлечение интереса. И когда встал вопрос о выборе профессии, я сейчас в 10-м классе, мне скоро... Какая школа? 51-я. 51-я, так. Мне скоро... Ребята из 51-й, поддержите Владислава Клистова, я думаю, что слушают, да? Ну, должен быть. Сегодня. Ну, если не сегодня слушают, то обязательно потом на сайте нашем эхакирова.ру запись видео и посмотрят. Так. И когда вот встал вопрос о выборе профессии, я подумал, что мне интереснее всего может быть. И начал разбирать варианты, и пришел к тому, что нужно попробовать себя в космической тематике. Нужно улетать с этой планеты, да? Так. Ну, и все-таки, вот, как я и Артему задавал вопрос, какие предпосылки-то были, чтобы ты именно в эту тему окунулся? Не знаю, просмотр фильмов, среди родственников есть, не знаю, летчики, космонавты. Что, что, собственно, какая почва-то была? На самом деле, мой дедушка хорошо знаком с Виктором Петровичем Савиным. Вот. Вот. И, наверное, это послужило толчком даже к тому, чтобы интересоваться. А лично с Виктором Петровичем ты знаком? Лично нет. Нет. Хотелось бы? Ну, да. Он же бывает частенько, по-моему, в музее Циволоковского, в детском космическом центре, в частности, на открытии присутствовал. Так что есть шанс, по-моему, познакомиться лично. Ну, да, я думаю. С дважды Героем Советского Союза, нашим земляком-летчиком-космонавтом. А твой, сколько ты уже занимаешься в детском космическом центре? Ну, я начал ходить в этом году, потому что, на самом деле, до этого вообще не думал ни о чем. Потом, там, экзамены сдал в девятом классе и гуляю. ОГЭ. А, ОГЭ. Ага. Вот. И гулял все лето. А потом внезапно накрыл, что называется. А потом, да. И в детский космический центр. Хорошо, давайте следующий вопрос зададим нашим слушателям. У нас еще есть вопрос про Байконур, да? Алин, помнишь? Про вопрос, который ты адресовала Мише до начала эфира. Ну, я думаю, что сейчас его самое время задать по истории, собственно, космодрома. Да? Алин, ну, задавай. Миша уже задавал вопрос. Мы имеем в виду год. Год, да. Год основания. А как переводится слово Байконур? Ну, хорошо, можно этот вопрос задать. Как переводится слово Байконур? А следующий вопрос, можете уже готовиться. Год основания нам хочется узнать этого космодрома. Это вот не два в одном вопроса. А вот сначала ответите на вопрос, который задала Алина. А следующий вопрос уже следующего. И с дозвонившейся будет отвечать. С какого языка это, кстати, переводится? С казахского. С казахского. С казахского. Вот казахи, если вы нас слушаете, пожалуйста, переведите нам слово Байконур на русский язык, чтобы было более понятно. А вот уже и желающий Алин. Давай, принимай, общаясь. Привет. А, так, что? Привет. Привет. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Мы, к сожалению, не знаем, как... Здравствуйте по-казахски. Мы тебя по-русски будем приветствовать. А ты нам переведешь на русский язык слово Байконур. Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Витя. Мне 9 лет. Я учусь в 70-й школе. А увлекаешься ли ты космонавтикой? Да. А чем именно? В чем это выражается? Ты конструируешь ракеты, ты читаешь книжки про космос. Читаю книги про космос. Много уже прочитал? Одну. Одну. Но очень интересно. А какую? Может, порекомендуешь всем нам? Что за книжка, как это называется? Далекий космос. Ага. А ты, случайно, не у нас ее выиграл в открывашке? У вас. Вот, я подозревал, да. У тебя есть ответ на вопрос? Как переводится слово Байконур? Богатая долина. Да, это правильный ответ. Какой приз ты хочешь? Да, богатая долина. Если кто-то не расслышал, да. Ну, еще, дающая жизнь земля. Еще раз. А у вас есть билеты в кино? Да, у нас есть приглашение на дверь в кинотеатр Дружба. И вот как раз билеты перед долиной лежат они здесь. И они... Можно? Да, конечно, безусловно. Ты выполнил все наши условия, дозвонился, ответил правильно на вопрос. Так что билеты в кино на любой фильм и любой сеанс абсолютно твои. Не клади, пожалуйста. Трубку наш редактор тебя уже перенимает. Миша, пожалуйста, обращайся к нашим гостям. А можно мне вопрос? Конечно. Вот сейчас мы уже, видимо, к поездке-то и переходим. Какая достопримечательность вам больше всего запомнилась на Байконуре? Ну, немножко перефразирую, что больше всего в ходе этой поездки запомнилось? Борислав. На Байконуре, если считать на самом космодроме, то мне понравилось больше всего этот музей, потому что на территории этого музея стоял настоящий буран. То есть, если кто не знает, буран... Миша, помнишь, что такое буран? Это ракета. Ракета. Ничего себе. Да, вот как раз сейчас Артём показывает уникальный в истории отечественной космонавтики объект, который, по-моему, раз слетал-то, да, Витя, за всю историю? Да, только один раз. Один раз слетал, приземлился, и всё. Ровно 30 лет назад, кстати, да. Недавно был. То есть музей, о котором вы говорите, это музей, под открытым небом в том числе, да? Да. То есть не классическое какое-то заведение, куда зашёл и там вот всё, а тут? Есть, и здание есть, и... А какая площадь у этого музея? Сама площадь Байконура, это... 6 717 километров. Да, вот почти 7000 квадратных километров. То есть это огромная просто территория, там, не знаю, сколько времени надо, чтобы это всё обойти и объехать. А сам музей сколько занимает? Ну, за день можно обойти. Не так много. Не так много. Ну, за день можно, да. Компактненько, да, он располагается по сравнению с этим. Так. Вот посмотри, я посмотрела фильм про Байконура, мне больше запомнился памятник небесомости. Ещё раз? Мне запомнился больше памятник небесомости. Памятник небесомости? Да. О, небесомости. В народе же это стало известно больше, как рыбак, потому что вот такую рыбу поймал. Ага. Я, честно говоря, не в курсе, как он выглядит. Вот он. Я об этом читал давно. Самая знаменитая. Расскажите, пожалуйста, нашим ребятам, слушателям, вот картинку нарисуйте, чтобы они поняли, чтобы они заинтересовались и почитали эти памятник небесомости. Очень красивый такой. Ну, это, видимо, космонавт, да? Он расставил руки и показывает рыбу. И показывает рыбу. На рыбалку вчера ходили, вот такую рыбу поймал. Да. Но он расставил руки, если уж серьёзно говорит. Действительно, он летит, да? Он в свободном полёте. А точнее сказать, в свободном падении. Да. Если уж про невесомость говорить. Так. У нас есть звонок. А, ну хорошо, давай примем. Принимай. Привет. Миша. Алло. Алло. Пожалуйста, отвлекись на нас. Мы уже общаемся. Мы должны быть слышны в твоей телефонной трубке. Алло. Так, хорошо. Давайте задать следующего звонка. Ещё раз напомним наш вопрос. В каком году, да, был основан космодром Байконур? Всё верно? Да. Так ведь? Так, хорошо. Владислав, пожалуйста. Запомнился больше всего музей, да, Байконур? Да. Так. Артём. Аналогичный вопрос. Ну, музей тоже очень запомнился. Ещё, наверное, больше всего это Гагаринский старт. То есть это самая первая площадка на Байконуре, которая построена. Отсюда летала. Первая ракета отсюда летала. Отсюда летал. То есть, по последним данным, 640 пусков. 640 пусков, да. А это правда, что на территории Байконура несколько, собственно, пусковых установок? Их много. Их много. Ракеты взлетают не с одной площадки. Их много. А много сколько примерно? Больше десятка, больше двух десятков. 15 штук. 15 штук. То есть вот это вот эти огромнейшие установки. И, насколько я помню, пилотируемые полёты только лишь с одной стартой. С двух. С двух, да. Именно когда человек... Гагаринский старт и дублирующий. Дублирующий. Предусмотрено для этого, приспособлены только две площадки. Остальные, они все для искусственных спутников Земли. Ну, можно и так сказать. Вот так. Грузовые. Грузовые. Ну, там всевозможные оборудования туда отправляют и так далее, и тому подобное. Ну, как бы вот, тоже можно сказать, что грузовые корабли от Прогресса, они тоже летают с Гагаринского старта. Ага. Ракета-носитель одна. Ракета-носитель одна, да. Так, у нас есть звонок, ещё одна попытка, в каком году был основан космодром Байконур, который находится в Казахстане. Алина, общайся. Привет. Привет. Меня зовут Аня, мне 8 лет. А в какой школе ты учишься? Я учусь в 11-й школе. Ну, тоже, видимо, имеешь прямое отношение к космонавтике. Или нет? Нет. Нет. Ты читаешь книги про космос? Да. Хотела бы полететь в космос? Да. У тебя есть ответ на вопрос? Конечно. Байконур основан 2 июня 1955 года. Да, это правильный ответ. Да, абсолютно верный ответ. Несложно его найти в интернете, чем, собственно, ты, наверное, и воспользовалась. Какой приз ты хочешь? А у вас есть книжка «Бунт пупсиков»? Ой, нет, другие. Нет, про «Бунт пупсиков» у нас сегодня нету. А можно редакторами написать? Да, конечно. Конечно. Ну, вот, видимо, опытная наша участница уже сразу к редактору. Редактор, да, Миша. Можно я гостям вопрос задам? Да, конечно, Миша, давай задавай, а потом у нас музыкальная пауза. Ну, после того, как они ответят. Вот ходит легенда про черного пастуха. Вы ее знаете? Нет. В применении к Байконуру. Ну, и так, если ребята не знают, наши гости, как говорится, взялся за душ, не говори, что не идешь, рассказывай, что за легенда такая. То, что раньше там жил пастух, который... Где? На Байконуре? Ну, да, на Байконуре. Вот. Так как это переводится «Черная земля», то... Или «Богатая долина». Ну, «Богатая долина», «Черная земля». Вот. Он, когда на него нападали, он брал верблюжий жир и горячие камни, вложил их в пращу, кидал. Куда клау? В пращу. Это, видимо, материя. Ну, как это выглядит-то? Ремешок. Ремешок. Раскручивается. Так. Один конец отпускается. Ага. И снаряд вылетает. А, это, получается, оружие такое. Угу. Ясно. И? И... Когда они, поднимаясь высоко, их не было видно. А когда они опускались, они виделись огромными горящими шарами, поражающих врагов насмерть. Те, кто выжил, в ужасе бежали. А куда приземлялись снаряды, пять лет ничего не росло. Вот это да. Какая-то злая легенда, получается. Но легенда есть легенда. Хорошо. Давайте сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Космическую песню, естественно, послушаем. А потом продолжим разговор с нашими гостями Владислав Клистов и Артем Баранов, члены команды Детского космического центра. Ребят съездили на космодром Байконур. Расспрашивать их об этой поездке мы продолжим через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Дома Зеленая, зеленая трава Продолжается программа «Открывашка». Всем доброе утро. 211-101 номер нашего телефона. Меня зовут Владимир Сметанин. Ведем мы сегодня программу «Открывашка» вместе с Мишей Летуном и Алиной Синкиной. И у нас в гостях члены команды Детского космического центра Владислав Клистов и Артем Баранов. Давайте, меня интересуют какие-то самые простые вещи о вашей поездке. Вы как на Байконур-то добирались вообще? Поездом, самолетом, на автобусе, пешком? Поездом. Поездом. Это как? Это мы едем в Оренборгскую область, пересекаем границу с Казахстаном или как-то иначе? Ну, мы ехали до Самары. В Самаре пересаживались на поезд из Москвы, который идет. Москва, а там конечная точка? Ну, мы ехали вперед в Бишкек, поезд шел, а обратно из Ташкента он шел в Москву. Сколько ехать? Долго? Трое суток. Двое суток? Трое. А, трое? Дальше, чем на Черноморском побережье из нашего города. Так, вы, наверное, устали в дороге? Есть такое, да. Вышли, вас встретили? Да. Встретили, посадили в космический корабль и... На орбиту. Повезли на орбиту, а с орбиты уже на Байконур потом, да, после того, как сделали виток. В чем суть-то пребывания была ваше на Байконуре? Понятно, что вас разместили, то есть какая-то гостиница, да, где можно отдохнуть, переночевать, покушать и так далее. А в чем научная программа заключалась или как она там называется? Вы же с собой экспонаты еще принесли, вот очень хотим услышать об этом. Ну, это была практика у Петербургского университета военмех, то есть мы примкнули к ним. Высшее учебное заведение, которое специализируется на подготовке... Ракетостроении. Да, и подготовке специалистов как раз в этой отрасли. Так, слушайте, не слишком было страшно по сравнению с... Такое учебное заведение легендарное. Ну, на самом деле уже за всю поездку подружились. Подружились. А ребята были вот такие же, как вы, из других регионов? Ну, наверное, все-таки да. А, вместе с нами еще ездили ребята из Коломны. Из Коломны? То есть тоже школьники. Они тоже увлекаются космической тематикой, видимо, им тоже предоставил... Так, чем занимались-то? То есть такая была практика, у нас было очень много экскурсий по самому космодрому. То есть мы объездили на всю вот эту площадь. На чем ездили? На автобусе вас перевозили, да? У нас были лекции тоже по ракестроению. Теоретическая то есть часть. И вот на протяжении всего, всей поездки мы делали ракеты свои. Так легко говорит Артем об этом. А, мы делали ракеты, знаете, как в магазин сходить. И вот в последние дни запустили. То есть был конкурс на самое лучшее время полета. Вот то, что вы сейчас принесли и то, что на нашем столе. Вот это, ну, макет ракеты, да, это правильно? Это когда-то летавшая ракета. Вот, макет, который опытный, образец высотой, ну, сколько он, сантиметров 60-70, наверное, да? 40 дубров. 40? Да нет, полуметра это точно есть. Чем-то похоже на ракету в Самаре. Да. Вот что это? Расскажите, пожалуйста. Владислав, что с этой ракетой делали? Это опытный образец ракеты. Сейчас назову модель. Модель С-6, то есть... А что значит С? И что значит 6? Лента. Это ракета, там у нее внутри находится лента. Так, что за лента? У нас был конкурс, задача очень простая. Нужно было запустить, и чья ракета дольше продержится в воздухе, тот и победил. А, это парашют? Это играет роль, ну да, играет роль парашюта, это лента. Она просто как бы стабилизировала в воздухе и тормозила падение. Ну, в общем, когда достигнет своего полета в верхней точке, да, вот эта ракета, вот это все выбрасывается, так я понимаю, и она начинает медленно-медленно-медленно опускаться. Ну, медленно-медленно, если, конечно, все сделано правильно. Может и рухнуть, если что-то там... Ну, на самом деле, с лентой ракеты опускались очень быстро, там секунд 30, не больше. А вот у нас еще были модели ракет с парашютом, модели С-3. Вот, они улетали на несколько минут. Моя ракета улетела... У нас было по два запуска, и моя ракета на первом запуске улетела на три минуты. Мы ее потеряли, я не смог ее найти, второго запуска не было. Но в итоге из-за этой ракеты я получил первое место. Так забавно. Вот такие интересные перипетии. Чемпион, который победил даже военмедж. Уважаемые слушатели, вы только вдумайтесь. Наш гость, Владислав Клестов, он занял первое место в конкурсе по запуску ракет на космодроме Байконур. Не, ну, я не знаю, какое бы место он занял, если бы ракеты были настоящие и запускали. Ну, давайте будем вот этим гордиться сейчас, да, что ребята в процессе обучения, в процессе вот такой, ну, если уж языком выражаясь, это же игра все равно, да, это тренировка по большому счету, он занял, он стал лидером. Миш, а ты хочешь спросить? Можно я тебе дам вопрос? А, подождите, а давайте спросим все-таки. А вот что это за ленточки там? Миш, подожди. Вот неужели тебя не интересует? Ребята нам рассказали, как ракета спускается с небес. Неужели тебе не интересно, как она туда запускается? Ну, вот так вот. Миш? Ну, там же двигатель стоит. Где двигатель стоит? Я не вижу. В хвостовой части. Да, там действительно двигатель? Там стояли пороховые двигатели. Вот. Сейчас его там уже нет. Что такое пороховой двигатель? Как он выглядит? Как его можно сделать в конце концов? Ну, мы их сами не делали, нам уже давали готовое. Вот получается такой цилиндрик, диаметром сантиметр, высотой где-то 3-4 сантиметра. В нём находится порох, туда остаётся электрический запал, ну и, по сути... Провода тянутся? Провода. Ключ на старт, бац. Абсолютно. Всё точно так. Подаётся энергия, вырывается струя, ракета взлетает, и уже на максимальной точке выдается импульс, как бы, ба-бах. Пороховой заряд срабатывает разом весь или он постепенно как-то? Он постепенно. То есть, вот, идёт струя, всё вот это постепенно идёт. Он всё горит. Он всё горит. И в верхней точке он, можно сказать, взрывается, и выбрасывается антенна, лента, парашют, ракета уже спускается. Лента, парашют как раз тоже выбрасывается под воздействием заряда. То есть, она выстреливает тут вот изнутри. Слушайте, сколько времени нужно для того, чтобы вот это всё изготовить? Владислав, это ведь на месте вы делали всё? Да, мы делали это всё на территории школы, когда у нас было свободное... Ну, как не свободное время, а время занятий специальных. Вот, ну, мы делали это несколько дней. То есть, мы в среду приехали, в субботу закончили, по два часа примерно каждый день. Получается, ну, за полдня можно собрать такую ракету. За полдня. Это при наличии, там, парашовых зарядов и так далее, да. Сам корпус, это бумага? Да, бумага, пенопласт и картон рассекательный. В общем, из подручных средств можно сделать такую штуковину. Мне ещё интересно, последний вопрос, пойдём дальше. А на какую высоту-то, кстати, можно выстрелить вот это? Вы на какую высоту выстрелили? Ну, примерно... Примерно, приблизительно. Примерно 200-300 метров, наверное. Сколько? 300 метров? Не больше. Не, я понимаю, что просто меня уже 300 метров впечатляют. Это зачастую выше облаков. Так ведь? Бывает ведь облака и ниже у нас находятся. У нас высокие облака были. Ну, я понимаю, там местность такая, да, и небо голубое очень часто на Байконуре. Ну, 300 метров сделать на коленке, что называется. Очень быстро это всё. И добиться такого результата... Ну, слушайте, меня поразили. 300 метров. Надо попробовать. Мне захотелось, честно говоря, тоже выстрелить. Если есть у кого пороховой заряд, приносите. Можно я задам вопрос? Конечно, нашим слушателям. 211-101. Почему 24 октября на Байконуре не производят запуски? Ежегодно. 24 октября? Да. В любой другой день, пожалуйста, а вот именно в этот день? Да. Увы. Так какой соответствий. Да. Ну, мы ждём ваших звонков. 211-101. Пожалуйста, Миша, задавай вопросы нашим слушателям. Ой, простите, гостям. А скажите, пожалуйста, а вот вы были на Байконуре? Да. Вам там понравилось, что следует из ваших рассказов. А вы что-нибудь другое видели или только на космодраме были? Мы ездили на вот такой есть мемориальный комплекс, который Каркыт-Ата называется. Ещё раз как? Каркыт-Ата. Это как переводится? Ничего себе. Это, по-моему, никак не переводится. Не, наверняка должно как-то переводиться. Нет, есть перевод, но это немножко попозже объясню. То есть есть легенда, опять же, на Байконуре про старца. Каркыт-Ата его зовут. Каркыт вот в переводе ужас. Ой, бабайка. Когда он родился, говорили, что сверкнула молния, гром вот прогремел. Его назвали Каркыт. Ну, в общем, этот старец, он старался убежать от смерти. То есть он убегал, 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 и в любое место, куда бы он ни приходил, весь геррели могилу. Он спрашивал, для кого она? Ему он говорит, для Каркыт-Аты. И вот так он бежал и вернулся, в конце концов, на родину свою. И уснул на берегу реки Сырдарья. Рядышком она там. Да. И когда он спал, ему приснился сон. То, что он должен сделать музыкальный инструмент. Он сделал музыкальный инструмент. Это был первый вообще струнно-смычковый инструмент в истории. Называется кабыз. Он стал на нем играть. И музыка была настолько проникновенна, что вся природа вокруг замирала. И даже сама Сырдарья замедлила свои течения. Чтобы послушать, да? Да. Игру на этом инструменте. И далеко от того места, за много километров, девушки услышали эту песню. И решили посмотреть, кто ее играет. Шли-шли-шли. А там старик. Все погибли во время своего похода. Очень весело. Да. Услышали? Казахстанские легенды. Безжалостные и беспощадные. Но это конец или нет? Это еще не конец. Так. Дошла только одна девушка. У нее была коза, она питалась ее молоком. Остальные, соответственно, от голода, видимо. Да. Она дошла, села рядом и стала слушать. Ну, и тоже умерла. Ну, и так вот... Коза дается, перестала. Старик все играл и играл. Ну, по легендам, он там жил 300 лет, более по приземленным, где-то 90, говорят. И вот играл и как-то устал, замолчал. Так. Уснул и тоже умер. Ну, как бы... Удивительная казахстанская легенда. Он обрел это бессмертие только благодаря игре. Так он же умер. Или он берет... Он перестал играть и умер. Ага. То есть, можно сказать, что его цель, она была в музыке. Слушайте, мне надо неделю на обдумывание этого всего. Ну, и вот ему воздвигли вот этот вот огромный монумент, огромный вот такой храм, который сам, говорят, вот я с высоты птичьего полета смотрю, то он похож на кабыз. Угу. Можно вопрос задать? А можно принять. Звонок у нас есть. О, кстати, да. Пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? В Арсении. Сколько тебе лет? Шесть. В какой школе ты учишься? Еще не учусь. Алина, ну, ты следи внимательно за ответами наши, слушайте. Ладно. А хотя, может, он в Урден Вундеркен, да? Может, и в шесть лет тоже учится. Да. Так. Увлекаешься ли ты космонавтикой? Да. Читаешь ли ты книги про космос? Да. А еще что? Как связано с космосом? Только книжки читаю. А, только книжки. Но это тоже хорошее начинание, да, безусловно. А ты бы хотела полететь в космос? Да. У тебя есть ответ на вопрос? Напомни, напомни вопрос. Почему 24 октября на Байконуре не происходят запуски? Потому что 24 октября 1960 года произошла катастрофа, взорвалась ракета, и много тысяч человек погибло. Насчет много тысяч я не уверен, конечно, но трагедия была, верно, да, с датой трагедии? Ну, да, с датой, но там еще надо, кажется, добавить. Так, Арсений. Ну, мы уже, в принципе, засчитываем твой ответ. Алина, дополни, пожалуйста. Да, потому что в 1963 еще произошла, в этот же день такая же авария. Ага, и вот после второго случая у руководства космодрома, дабы избежать, да, чтобы в третий раз не подтвердила свое, свой черный, так скажем, окрас эта дата, они решили не производить никаких работ по запуску в этот день. Какой приз ты хочешь? Арсений, приз какой? Арсений, давай мы тебе передаем нашу... Большую книгу. Я понял уже, да. Давай мы, редактор, тебя передадим уже подробно с названием этой большой книги вы определитесь. Миша, подключайся к нашему разговору. Байки из Грота, да? А можно вопрос слушателям? Пожалуйста. 211-101, напоминаю номер нашего телефона. Михаил. В каком году состоялся совместный полет американцев и русских, Союз Аполлон? А был такой? Был. Точно? Точно. Мы не фантазируем? Нет. Нет. В каком году? А давай варианты ответа дадим. Давайте. Давай варианты ответа. Два неверных и один, соответственно, верный. Давай. 1975-й, 1700... 1900. Ой, 1982-й, 1974-й. 1982-й, 1974-й и 1975-й. Да? Ты хотел сказать, 700 какой-то год. То есть до крещения Руси тогда не летали ракеты, к сожалению. Так. Можно я задам вопрос гостям? Конечно, безусловно. Вы видели, как готовят космонавтов к полету? Вот, вы реально вот видели, здоровались с кем-то из звездного отряда, а не было? Не было космонавтов, к сожалению. То есть в этот момент, в момент вашего пребывания там людей, летчик-космонавтов не было? Космонавты, они приехали уже, по-моему, не так давно. Как раз сейчас готовится миссия «Союз МС-11». Это что за миссия такая? Это то, чтобы... На Международную космическую станцию, да? Очередная команда полетит. Да. Они приехали недавно. Вот когда мы там были, мы космонавтов не застали. Но мы побывали в центре подготовки космонавтов. Как он выглядит? Что это такое? На Байконуре. Это вот огромная, как такая, площадь. По-моему, там одно из немногих зеленых мест вообще. Зеленых в смысле растения там, да? Ну, надо пояснить все-таки. Много очень деревьев. Территория Байконура — это степь. Да, степь в кругом, что называется. И по поводу растительности там совсем небогато. Так. И туда они приезжают за две недели перед запуском, живут, проходят финальную уже подготовку. То есть вначале они готовятся в Москве, в Королёве. В Звёздном городке. В Звёздном городке, да. И после этого уже за две недели приезжают на Байконур, проходят финальную подготовку, примеряют скафандры, дают интервью перед полётом и уже запускаются. И вот на самой территории ЦПК есть знаменитая... ЦПК, ещё раз поясним, это... Центр подготовки космонавтов. Центр подготовки космонавтов. Есть знаменитая аллея космонавтов. То есть на ней каждый космонавт садит своё дерево. Это традиция такая, да? Да, это такая традиция. Перед полётом или после полёта? Перед. Перед полётом обязательно нужно... Перед полётом садят деревья свои, именные. Именные? Да. Первое самое дерево посадил Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, надо понимать, да. Вот мы там... С него эта традиция началась. Вот сейчас беру фотографию из рука Артилова. Нашли дерево нашего земляка, Виктора Петровича Савиных. Действительно, Виктор Петрович Савиных. Год, соответственно, его полёту указан на 1985. Садят перед первым полётом. То есть космонавты уже летают несколько раз. Да-да-да, я понимаю, он не один раз был в космосе. Слушайте, я понять не могу, тут столько деревьев, какое его-то. Вот вы напротив него стоите, да? Да, именно за нами. А что за дерево, как называется? Разные деревья есть, на самом деле. Ничего себе. За 30 с лишним лет... Ну, садят-то маленькие саженцы, видимо, да? И вот за 30 с лишним лет, за 33 года, если быть точным, оно выросло очень и очень. Слушайте, ну, наверное, попадая в эту аллею, ну, каким-то особым духом, да, наверное, наполняешься. У нас есть звонок? Да, есть звонок. Очень здорово. Это такой вид типичной осени на Байконуре, да, ещё? Да. Листья уже облетевшие. Очень напоминают наши кировские просторы в это время года. Так, спасибо. Кто вопрос задавал, тому и принимай звонок. Задавали оба. Задавали оба? Ну, давайте, Миша, с тебя начнём. Вдруг на твой вопрос ответят. В 1975-й. 1975-й. Миша, напомни вопрос, который ты задавал. Я думаю, что это ответ именно на твой вопрос. В каком году состоялся совместный полёт американцев и русских? Союз Аполлон. Ну, ответ-то ты уже слышал. Он верный или нет? 75-й. Он верный? Да. Верный. Может, пообщаешься со слушателем? Как зовут, где учатся? Миша? Алло. Миша, говори громче. Как тебе зовут? Алло. Уважаемый слушатель, вы сейчас нас ставите в очень положение такое нехорошее. Мы ответ-то услышали. Всё, передавать редактору? Что делать? Я не понимаю, что мы должны делать. Редактору передаём тогда, да? Ответ был правильный, 1975 год. Пожалуйста, в следующий раз, когда будет дозваниваться, не молчите, пожалуйста. Слушайте внимательно. Можно я задам вопрос? У нас ведь ещё один вопрос не озвучен. То есть ещё один ответ не получен на вопрос, насколько я помню. А какой? На твой. А, на моей, точно. Ну, какой? Про 24 октября? Нет, про 24. Ещё раз? Какой следующий вопрос ты задавала после 24 октября? Я не давала. Миша? Ну? Почему 24 числа не запускают ракеты? Ответ на этот вопрос мы уже, Миша, получили. Алин, следующий вопрос задавай. Я как раз задам по космонавтам. Так. Ребят, внимание, я назову фамилии космонавтов. Вы должны сказать, какой космонавт родился в Кировской области. Гагарин, Тигров, Николаев, Комаров, Егоров, Свиных, Феоктисов. Давай ещё разочек, не так торопясь, чтобы все расслышали чётко фамилию. Гагарин, Тигров, Николаев, Комаров, Егоров, Свиных, Феоктисов. Феоктисов. Спасибо, Алина. Из этого перечня нужно выбрать одну фамилию космонавта, который родился в Кировской области. И является, соответственно, нашим... Да, мы уже его называли в программе «Открывашка». Да, да, и фотографию вы только что рассматривали, дерево его там нашли на аллее космонавтов. Остается буквально 4 минуты у нас. Хочется расспросить вас ещё об одном занятии, которым вы на Байконуре занимались и здесь, в детском космическом центре. Так называемая стыковка, да, на... На симуляторе. На симуляторе. Расскажите, да, что это такое? Владислав. Ну, это среда, так называемая, в которую тебя погружают, и ты должен... Что значит погружают? То есть ты садишься за какой-то монитор, да, я так понимаю? Тебя загружают рабочую обстановку, то есть у тебя есть монитор, на котором находится МКС, и тебе нужно к этой МКС пристыковаться, то есть ты являешься... А что пристыковать-то нужно? Ну, например... Космический корабль. Тот, который с грузом там отправлен или с космонавтами. Ну, судя по тому, что ты вручную его стыкуешь, что, скорее всего, с космонавтами. Там люди есть. Да. Драгоценные. Ну, сели мы за компьютер за этот. И у нас есть две ручки. Ручка управлением движения с левой стороны под левой рукой и под правой рукой. Другая ручка, ручка управления надежом. То есть если... Ориентацией? Чем? Ориентацией. То есть там отклонение, если космического корабля в сторону. Он сказал, неправильно ориентирован. Повернут. Что значит неправильно ориентирован? Объясните на максимально доступном языком. Повернут не в ту сторону. Не в ту сторону. Так сказать, да. Я правильно понимаю, что вот 360 градусов, она как угодно там может располагаться. Да. И вот задача шлюзом вот этим стыковым подвести к шлюзу Международной космической станции. Да. Так? Хорошо. Я человек далекий от космоса. Я просто, извините, я не верю сейчас своим словам, что я это объясняю. Так. Ну, в общем, то есть берутся ручки и подводится корабль. Одна ручка за скорость. Ну, в каком-то плане, да. То есть скорость... Вперед-назад можно? Во всех направлениях. Во всех направлениях. То есть там срабатывает двигатель. Вперед-назад, вверх-вниз. Двигатели срабатывают, да? Их много. Двигатели они вот там... Так. А вторая ручка? А вторая ручка это, ну, грубо говоря, руль. Ага. То есть можно поворачиваться так и во все стороны. Вот. Так более-менее понятно. Ну, вот усилиями, так сказать, да, вот импульсами, даваемые обоими ручками, вот надо подвести корабль. И вы как раз на Байконуре этим тоже занимались? На Байконуре нет. Нет. Это вы здесь, в детском космическом центре. Да. Вы говорят, что абсолютно такой же тренажер стоит и на Байконуре, и в Звездном городке. О, в чем уникальность нашего детского космического центра. То есть та же самая аппаратура. Долго к этому нужно приноравливаться? Привыкать? На самом деле, думаю, нет. Нет. То есть, ну, не настолько сложно именно на компьютере. Но в реальной ситуации это все-таки будет свой тоже отпечаток. Огромная ответственность, когда ты управляешь реальным кораблем, в котором находятся самые, что ни на есть, настоящие люди. Как готовиться к этому, может, подскажите? Может, в компьютерные игрушки надо играть почаще? Ну, есть симулятор такой, Orbiter называется. Он в общем доступе? Да, он в общем доступе. Тот, который тренажер, его нет, а этот Orbiter, он можно скачать. Он симулирует по-своему настоящие космические полеты. Ничего себе. В общем, достойная такая штука, да, вы считаете, где можно попробовать свои силы именно в стыковке. Ну, можно и не только в стыковке. Можно, например, на Марс махнуть. Так, нам пора завершать уже нашу программу «Открывашка». Буквально несколько секунд. Ваши планы в дальнейшем? Ну, в частности, Артём сказал, что он гражданским лётчиком желает стать, и вы будете уверенно двигаться к этой цели. Да. Хорошо. Владислав? Ну, я предполагаю, что я буду в направлении какой-то инженерной специальности, и я считаю, что вполне возможно, я буду связан с ракетами. С ракетостроением? Да. Отлично. Ещё раз надо уточнить, то, чем вы сейчас занимаетесь в детском космическом центре на Преображенска-14, это ведь, в принципе, любой желающий. Да. Может прийти туда, сказать, я хочу, и попробовать свои силы, да? Это не какая-то закрытая секция, куда доступ ограничен. Нет, все желающие ребята могут себе прийти и попробовать. Так что, уважаемые слушатели, если вы грезите звёздами и полётами в дальнее космическое пространство, пожалуйста, вот у нас есть замечательное место, детский космический центр, где вы можете попробовать свои силы. Так ведь, Миш? Да, всё верно? Да. В двух словах главные выводы твои лично от сегодняшней передачи. В чём открытие? Не сдавайтесь. Не сдавайтесь? И всё получится. Не сдавайтесь и больше добавить нечего. Алин, что самое интересное сегодня для себя узнала? Я узнала, что, оказывается, в ракетах есть порох. Порох. Не в настоящих. Да, ну не в настоящих, я думала, их просто так запускают. А, ты думала, что их просто кидают? Да. Да нет, там заряд специальный. Так. Хорошо, на этом детская программа «Открывашка» заканчивается. Всем хорошего дня, хорошего отдыха сегодня, в этот выходной воскресный день. Всего доброго. Следующая «Открывашка» уже в следующее воскресенье. Пока. Всем пока. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok